эксперимент начинается вот ко мне подошла помощница так она будет снимать и так мы видим два саженца один будет обрезан половину 2 не обрезан вот вот посадочная ямы и за одним узнаем как саду железа усадится деревья потому что одно дело вот выросли в горшке но дальше идет пересадка процесс довольно болезненный для дерева и так пожалуйста вот вот такая просьба такая ко мне ближе иначе мой голос не будет слышен так еще ближе где-то вот на таком расстоянии смогу разговаривать что было слышно ну поехали горшок разрезается ножик не простой а с этим самым стилкой вот и поехали раз поехали вот тут вот три поближе иначе не слышал мой голос теперь пробуем достать и получше получилось вот теперь ставим его рассматриваем вот с этой стороны пожалуйста вина зайдите вот так вот это белое пятнышко вот я уже сколько раз говорю вот она видите она смотрит на юг его нельзя закапывать она должна быть по идее на уровне земли она так и есть просто тут немножко размыло видимо поливами и так посмотрели смотрит на юг значит как северные ветра обжигали с этой стороны так и будут обжигать с этой как солнце пекло с этой так и будет не дай бог наоборот начнется перестройка практически перестройка на уровне глубоком и в результате дерево замедляет рост больше болеет так тут надо на коленках стоять ну попробовали поставили вот так пятнышко на месте значит самое высокое место это что вот как раз вот это корневая шейка то есть высшего уровня земли здесь у нас покажите ту сторону склон примерно градусов 5-8 это очень важно это очень нужно для для всех даже для устойчивых к выприванию яблонь так вид у меня конечно пози рака это пожалуйста поближе это никуда не деться жизнь такая что приходится стоять вот такой позе иногда голова ниже этого места которые из которого ноги растут вот смотрите что получилось выше выше очень важно особенно для абрикосов вот вон они прекрасные абрикосы посмотрите они все так посажены видите на холмах теперь следующий этап какая здесь земля меня не интересует любая хоть булыжники как у нас есть в летнике хоть глина обсыпаем вокруг делаем достаточно пологий холмик вот заметьте дёрн не прикосновения кроме вот этой малюсенькой ямки вот дёрн я не трогаю я тут вынужден трогать почему потому что сделать больше холм чтобы была вся в этом ну как я учу тележку 2 насыпается и уже в этом холме насыпном делается ямка а здесь необходимость такой нет и тележки не надо 2 отвезти сюда склон уже есть уже гарантия что загнивание не будет и я вынужден немножко заглубиться на пол горшка вот настолько видите теперь вот этой земли достаточно чтобы получился холм еще раз говорю да я немножко искалечил почву на самую-самую малость вот это не перекапывается никогда это святое здесь под землей готовая сформированная миллионами лет если там вот она пахалась вот там вот я показываю да прошу когда мы купили участок 2 года назад здесь было картофельное поле здесь слава богу не пахалась даже этого не было и слава богу здесь лучше всего и должно расти вон они абрикосы тире персики бродского покажите елена сильного туда вот растут растут в дерни в дерни идем дальше значит а там дерн был заболтался уничтожен потому что я с косточками садил а вот здесь вот эта полоса самая лучшая вот он дерн вот перед вами но крымские все равно расти отказываются я уже объяснял почему вот можете показать вот этот крымский да вот этот вот вот он чуть дальше вот вот все что крым нам дал вот и я еще раз говорю мы это делали чтобы вот эту вот часть перепривить на свои подвое вот здесь перепривил а здесь не удалось лишние деньги выброшены но ничего в сумме все равно я в плюсе и так посадка закончена так удобрений никаких еще один дерн хватит ему если даже будет плодоносик в чем я не тоже сомневаюсь в хороших урожай сомневаюсь я привал на подвое сибирской яблони не просто яблони а на корневой отводке осталось удобрить вот это универсальное удобрение вся таблица менделеева называется древесная зола они постоянно забывают и бывает даже не хотят про это про нее написать лишний раз вот это и все корни никаких контактов с никакими удобрениями еще раз скажу потому что у меня еще есть немножко времени на пленке вот там если эта земля не пахалась сотни тысяч лет под этим слоем дерна вот под таким вот слоем находится стерильная земля и в ней должны расти эти корни и стоит только вот сюда вон она ямка насыпать перегною понимаете начинаются те самые проблемы болезни начинается короткая жизнь загнивание корней корни даже вот этот корень я вам показывал переворачивал даже они уже чуть-чуть подпорчены и не дай им бог контакт с этим я это называю клакой когда потом все это заливается водой и там начинается процесс гниения а мы садим вот как вы видели вот уже на такой глубине мы садим в стерильную землю так один посадили сейчас перерыв второй посажу потом один на ваших глазах обрежем хоть и жалко все благодарю за внимание перерыв так я благодарю Ирину Васильевну за помощь дальше сам я решился на самое страшное резать колоновидную яблоню резать которую нельзя есть два нельзя первое нельзя играть на сибирку это было написано очень серьезным чеком из которого начался бум за которому из кармана вынуты миллиарды людей или рублей я не шучу не миллионы миллиарды вот они вчера еще на рынке было полно они есть на всех рынках причем колоновидки настоящие и в том то и дело что раз они настоящие поэтому никогда не будет у вас яблок вот представляете такой парадокс но я уже наполовину заказал но жить мы будем дальше с вами и продолжать мы будем то же самое и так какой был следующий этап обсыпал древесной залой так и полил теперь что как бы мы не старались у нас есть возможность в корневой шейке попасть в своеобразную ловушку вот вспоминайте и пятнышко вон оно на месте и все равно я показываю хоть у меня не было необходимости еще раз говорю здесь холм не холм а и не гряда а просто склон довольно приличный посадил я приподняв корневую шейку выше уровня земли а вот это показывает для вас в любом случае вот это для страховочки делайте вот такую канавку вот тогда уже вы застрахованы знаете как бывает завтра что два пути один раз когда-то я так грушу угробил по моей команде лет 15-20 назад так было обсыпано перегноем много-много и получилась ловушка в которой она изгнила то есть вместо того чтобы вот это вот у груши до верхней точки должна быть корневой шейки она оказалась самой нижней то есть чаша получилась когда пару тележек перегноя высыпали а я не не то что не не обратил внимания вот целый фильм был снят да с телевидением вот мой пример другим наука но боже мой какая скука да так вот все таки скука скукой а вот это вот обязательно смотрите вот почему и второе завтра можете просто так палить что изъявка по неволе получится и так бывает вот ну и потом не забывайте это желание обложить галышами вот какой-нибудь вонючий этот вот тут вот закрыть все это вонючим какой-нибудь покрышкой резиновой все хватает этих самых а вот альтернатива наоборот еще и вот такая канавка для страховки ну теперь вроде все приступаем самому главному самому жуткому я долго думал гнал велосипед так 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 нарвут цветов смотрите значит а какой из них лучше этот выше казалось бы но он тоньше так и до него добираться соку вот до сюда во сложнее чем до этого этот сочнее массивнее да но ему и так соку не хватило видели значит по идее я их оба должен обрезать оба цель такая чтобы сохранить баланс чтобы баланс был в пользу корней и тогда будет прекрасный саженец тот я не сделал еще раз говорю тот то тут я этого не сделал вот это была тоже учеба я тоже вам рассказывал так вот они тут десяток цветочков появится десяток яблочек вот здесь вот так но тем не менее душа требует резать душа и все мой опыт практика понимаете вот это вот видите это он был длиннее когда он пришел из Крыма это я его наполовину обрезал правда здесь листья были он был совершенно не годен для посадки с этого и началось его угасание вот если бы он пришел бы спящим не такой длинный путь бы проделал то они были вот эти саженцы были бы гораздо живее я бы мог бы сейчас помните перед вами пытался выдернуть это надрывался но он бы сейчас был бы не мертвый а может быть даже живой почему две последние зимы были сверх теплые вот такое впечатление что Сибирь меняется местами с Европой не верите сегодня знаете какое число одиннадцатая а в Москве в эти дни шел снег хотите вот это уж факт проверенный итак возвращаюсь что делать какой обрезать какой обрезать я решил резать вот этот этот по ниже ростам он какой то более что ли удачливый и может быть может быть он у меня слушайте это разве роднолетки ну-ка 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 ох это же двухлетка вот первый год да это моя двухлетка посмотрите ну ошибся я ну бывает но свою же ошибку исправил вот распушаться он не стал годом раньше была теплая зима видите почка верхучая не замерзла это редчайший случай редчайший из редких что почка не замерзла и пошла вверх получился все-таки колонна но повторяю эти почки вас не накормят итак внимание фанфары под звуки барабанов смотрите сюда вот нет думаю еще думаю еще думаю еще думаю еще вот здесь совсем почки а ну в принципе они ростовые все примерил все смотрите сколько отрезаю смотрите как отрезаю видели под почку стоит оставить пенечек как вот еще и специально оставлять чтобы дерево начало загибаться смотрите сколько я отрезал видели вот я еще раз может я неплохо показал вот так отрезал так теперь вот столько отрезал это получается смотреть процентов 60 так а вот этот отрезать не буду вот казалось бы у них разная теперь судьба этому суждено выбросить боковые ветки и стать обычным карликом вот так в чем кстати разница учитывая вот эти вот подвои вот те вот самые они практически одинаковые и для карликов и для колонновидок потому что суть одна как можно меньше вырасти дерево хотя я всю жизнь старался вырастить как можно больше дерева вот это вот противоречие дикое глупое вот да продавать удобно растить удобно себестоимость нижайшая а что толку от этого нет извините это уже никого не волнует вот я имею ввиду продавцов сейчас я замажу эту ранку и мы закончили еще надеюсь на рынке мы до конца взобьем последний гвоздь знаете куда из вы но это так